Меня зовут Максим, я технический директор в МСИАРТе, я один из основателей. Меня коллеги попросили рассказать про наш опыт, который у нас последние 3,5 года происходит. И вот я попробую это сделать буквально за 15-20 минут. У нас по образцу коллег из Битрикса тоже есть стратегические сессии. И в 2013 году на стратегической сессии мы решили, что неплохо бы попробовать сходить куда-нибудь не в Россию. У нас в основном Битрикс-24, в основном очень крупный Битрикс-24, большой достаточно продакшн, длинные очень продажи. И мы стали ловить такие моменты, когда следующий контракт еще не заключен, а большое количество производства простаивает. И мы подумали в конце 2013 года, что было бы неплохо получить некую дополнительную загрузку производства из других рынков. Ну, сначала там подумали, попробовали, как-то очень плохо попробовали. Но в начале 2014 года мы договорились с одним из достаточно больших немецких интеграторов на СУП подряд. Они взяли большой проект Enterprise, и мы стали к ним бэк-эндом. Изначально мы для себя в голове, когда думали о том, что было бы неплохо попробовать себя на другом рынке, нарисовали такие цели, что это очень здорово, это же, наверное, менее конкурентный рынок, потому что мы пошли на список партнеров Битрикса, их там оказалось вообще на раз, два, три. Мы подумали, елки-палки, в России 10 тысяч, а там всего пяток. Валютная выручка, конечно, тоже очень сильно нас там прилищала. И мы подумали, что это тоже одна из таких попыток масштабироваться, потому что у нас большое количество наработок в России, и мы подумали, что было бы неплохо этот код повторный и просто использовать на других рынках. Ну, вот мы у себя увидели там три модели работы. Одна из них это Upwork. Почему-то она у нас сходу не пошла, мы даже зашли туда, посмотрели, что там такое, и не пошли, потому что средний чек на Upwork крайне низкий, и если вы работаете в сегменте такого среднего проекта и большого в России, переходить на какую-то фриланс-биржу даже в Европе по деньгам несопоставимо абсолютно. И вот в плане субподряда это нам очень-очень здорово помогло. Мы, когда договорились, слетали в Германию на некую предварительную контрольную точку. И вот с первой половины 2014 года мы получали достаточно большой интересный опыт работы именно на немецком рынке. И вот я бы хотел там буквально какие-то моменты рассказать. Во-первых, очень интересная оказалась страна, очень интересные люди. Немцы действительно крайне параноидальные все абсолютно. Вот почему коробка там так хорошо продается, потому что они не верят, когда данные лежат где-то в облаке, и они должны быть рядом. Я ходил обедать с немцами, и все они платят наличными, абсолютно все. Там даже вообще с кредитной картой во многих местах проблемы. И на вопрос, почему, они говорят, мы боимся, что большой брат за нами будет подглядывать и узнает, куда мы потратили деньги на обед. То есть это действительно такая вот реальная история. И этого очень много где прослеживается. Начиная вот с таких вот нюансов, заканчивая, допустим, если там мы будем переходить уже там попозже, я буду рассказывать про полноценное присутствие. Вот коллеги рассказывали, что очень просто выйти там на другой рынок, вы можете купить там номер телефона и начать работать. Все страны, да, за исключением Германии, пожалуйста. Если вы хотите номер немецкий, покажите квитанции по оплате за кварплату за последние полгода по данному адресу, который будет закреплен за этим немецким номером. Где-то вот полгода мы были на субподряде. Ну, такое у нас получилось очень интересное сотрудничество. Через полгода мы поняли, что очень здорово, когда у вас прямые продажи, потому что субподряд это все-таки не очень высокая ставка человека часа. Она даже у нас, кстати, получалась ниже, чем мы продавали себя в России. Но очень здорово, что это было в валюте. И мы так для себя подумали, что давайте мы попробуем сделать теперь прямые контракты, что нам нужно сделать для того, чтобы сделать там полноценное присутствие. Ну, к сожалению, вот у нас так здорово, бодро начался 2014 год, что вот когда мы договорились, начали работать. В середине 2014 года мы отправили туда человека, условно говоря, для того, чтобы он начал открытие юрлица там. Вообще, к слову сказать, если вы пытаетесь конкретно выйти на какую-то локацию, неважно с какой целью, у нас есть достаточно приличный продакшн в Днепропетровске, и мы точно понимаем, что невозможно иметь некий доп. офис разработки или офис продаж, если нету некого доверенного вашего лица там, в этой локации. То есть люди по найму – это абсолютно проигрышная история сразу. И мы это уже там в своем опыте имели ряд экспериментов, и мы поняли, что если мы хотим в Германии, чтобы у нас было какое-то прямое юрлицо, там должен находиться конкретно офис продаж с немецкоговорящим обязательно человеком. Вот чуть позже я там расскажу почему. И который, соответственно, допустим, на фронте будет продавать, а мы на бэкэнде так же, как на субподряде, будем работать, грузить производство. Соответственно, человека час там внутри Германии намного выше. Но, к сожалению, у нас с середины 2014 по середине 2015 года этот опыт оказался неудачным, потому что так получилось, человек там решил поменять сферу деятельности, и мы не смогли закрепиться, но мы не унывали, и в середине 2015 года попробовали повторно, нашли нового человека, и заслали теперь его. Вот сейчас мы, скажем так, постепенно переходим из субподряда в некое полноценное присутствие на рынке. У нас в 2016 году было зарегистрировано юрлицо. И вот к концу 2016 года мы уже там для себя поняли ряд, скажем так, каких-то таких тезисов, которые, ну мы называем это, у нас были некие ожидания, а есть некая реальность. Во-первых, мы поняли, что время в Германии и вообще в Европе, потому что коллеги рассказывали попытки работать в Финляндии, там очень-очень сильно похоже, оно течет абсолютно по-другому. Оно течет как-то супер медленно. Мы недавно с коллегами общались, грубо говоря, у нас были такие планы, что мы едем, ну там человек едет на два дня зарегистрировать документы, в итоге поездка в два дня стала два месяца. Вот, то есть два месяца там человек находился, чтобы зарегистрировать документы. И в целом у немцев это везде, то есть у них есть такое длинное-длинное планирование на года. Когда я приехал к коллегам на первую, грубо говоря, точку на субподряд, у них даже висят плакаты визионерства, их там через 10-15 лет, кем они себя видят. То есть эта компания будет там номер такая, это там с такими-то компетенциями, с такими-то свойствами. Вот, и, грубо говоря, у них там в большинстве компаний такие цели там есть, они там к этим целям идут, корректируют, у них там есть календари, очень жесткие все встречи, то есть нельзя там позвонить, сказать, давайте завтра встретимся. Абсолютно не так. Второй момент, который мы поняли, немцы любят покупать в основном у немцев. То, что коллеги говорят, что вы можете иметь юрлицо, где-то, это может быть некое офшорное юрлицо, неважно где, немцы не любят платить наружу. То есть вот у нас было офшорное юрлицо, и вот даже когда мы вставляли инвойсы за субподряд, немцы крайне сильно были насторожены, очень оттягивали платежи, это очень их сильно смущает. Они в целом любят платить только на ГМБХ, то есть это их местное ООО. Соответственно, если речь идет только, например, о нашем партнерстве, что же там происходит, когда немцы заказывают интеграцию, либо покупают какие-то услуги, они вот крайне сильно не любят платить кому-то внаружу. То есть они доверяют именно только так называемый интернет-маркет, то есть на внутреннем рынке хотят работать. И, наверное, как сказал Дима, это можно промасштабировать на другие страны. Чехи у чехов любят покупать, там эстонцы, наверное, у эстонцев, поляки у поляков. Понимая этот момент, мы тоже пошли в процедуру собственного юрлица, собственным представительством и собственными продажами на рынке Германии. Следующий момент, который мы поняли, пока общались с нашим генподрядчиком, репутация и история важнее всего. У немцев очень сильно развита так называемая фамильность компании, репутационные риски для них важнее, чем деньги. То есть в целом, когда вы с ними общаетесь, они хотят узнать, какие у вас есть референсы, как долго вы на рынке, какие истории успехов. То есть просто так прийти и сказать, что мы такие русские, красивые, у нас хорошие проекты в России, это им не очень абсолютно никак. Им важно именно, чтобы вы были желательно с немецкой фамилией, с какой-нибудь старой, у которой там... Ну, не знаю, вы посмотрите, там любые пивоварни, они все такие. И, в общем, мы даже сейчас в России заключаем контракты с какими-то дочками немецких компаний, которые там ведут продажи в России. Они все там, не знаю, Pepperland Fuchs или еще какие-нибудь. То есть у них у всех фамильные такие компании, очень много их. Высокая стоимость жизни, но это вот мы уже столкнулись, и когда мы там были, работая на субподряде, и когда мы начали открываться. Что это значит? Если вы, допустим, хотите выйти там, в том числе и на немецкий рынок, вы должны понимать, что там очень дорого, и там все очень дорого. Вот буквально там 3-4 сравнительные цифры. Затраты на юрист, на нотариуса, такие вот минимальные затраты для заверения документов, 5000 евро. Это очень дешево. То есть вот чтобы заверить там документы, надо потратить 5000 евро, и это крайне там невысокая цена оказывается. Уставной капитал ООО – это 25,5 тысяч евро. Но при этом у них есть такое называемое мини-ГМБХ, это аналог нашего ИП. Но как показывали наши исследования, немцы достаточно немножко осторожно относятся к таким платежам. То же самое, как в России. Крупная компания тоже осторожно относится к платежам на ИП. Немцы тоже хотят платить там больше на компанию, у которой хотя бы в основном капитале есть хоть какая-то небольшая сумма. Для них 25,5 тысяч евро – это достаточно небольшая цифра. И тоже из сравнительного такого небольшого анализа. Вот наш коллега там проживал вот эти два месяца вместо двух дней. Это здорово, если вы сможете снять квартиру там за 900 евро в месяц. При этом у вас должен быть обязательно минимальный год. Аренда должна составлять минимум год. То есть либо вы через Airbnb снимаете, либо вы снимаете там, допустим, гостиницу. Но Airbnb там это посуточно, и на месяц получаются очень большие деньги. Если вы хотите там попытаться снять подольше, то вот, например, такие цифры – это такая простенькая квартира, считается. В переводе на рубли человека час тот же. Ну вот, например, сейчас мы ощущаем, что если мы говорим там про субподрядные истории, то вот первичный тезис по поводу того, что валютная выручка – это здорово. У нас, например, сейчас оказывается, что контракты в России даже получаются выгоднее, чем в Германии. Для нас тут немецкий рынок в основном такая, типа, страховка, что вдруг, если рубль там еще ниже уйдет, тогда, может быть, будет хорошо. Из интересного опыта, который мы поняли при работе на субподряде, причем крайне интересный опыт, особенно он именно в развитой Европе, первый момент – нас очень все честно и очень прозрачно. Нас открыто заявляли на контракте с конечным клиентом, что вот мы стоим на фронте, мы консультанты, мы консалтинг, мы бизнес-консалтинг, а в бэкэнде у нас там российская компания MCART, которая занимается там всей разработкой. У нас просто есть опыт на субподряде, мы стоим у группных интеграторов и в России, и здесь у нас совершенно другая картинка. Мы вынуждены, как говорят интеграторы, играть в их майках, то есть мы приходим к клиенту, говорим, что мы на самом деле вот такие-то. И нам заводят корпоративные имейлы у этого группного интегратора, чтобы если нам написали, чтобы мы это поймали и ответили, вот мы играем в такую маскировку. У немецкого генподрядчика все по-другому, то есть немецкий конечный клиент знает, что на проекте есть еще мы. И больше всего лично меня удивило, но потом мы уже поняли, что это так и должно быть, это все правильно. Это объем коммуникации, который происходит на проекте. Вообще у нас в России, мы где-то в 2012-2013 году поняли, что мы не очень правильно считаем объем коммуникации на проекте, из-за этого у нас смета считается абсолютно неправильным. И мы начали с 2012 года, 2013 тоже попробовали считать все правильно. и в каждых сметах начали выделять в смете коммуникацию на проекте и получили какое-то дичайшее вопрос, вы что там, я вам буду платить за то, что я с вами разговариваю. И у нас в компании есть два подхода для таких клиентов. Лично я стараюсь это всегда показывать, а мой коллега, например, этот бюджет размывает по всем остальным задачам. То есть он не идет на конфликт, ну, зачем лишний раз теревожить заказчика. Коллеги из Германии, коммуникация превыше всего, значит, сценка. Я стою, со мной стоят двое коллег, мы обсуждаем, как будут выводиться новости в интернете, в интернет-портале. Около часа они обсуждали, как лучше выводить заголовок и анонс, или просто заголовок. То есть вот реально это была такая вот беседа, час они потратили, причем они этот час потом прописали клиенту в смету. То есть они там думали, а вот это будет им удобно или неудобно. И у них коммуникация вообще превыше всего, и все крупные проекты это в первую очередь коммуникация. То есть консалтинг и коммуникация там во главе. Поэтому если, допустим, мы говорим о каких-то там прямых продажах уже на месте, то, соответственно, вы должны рассчитывать из того, что большинство ресурсов или людей, которые должны быть, они, во-первых, должны быть локальные, у них должен быть там местный язык, и они большую часть времени будут тратить именно на коммуникационную составляющую, а уже на продакшн, производство, настройка, это уже, скажем так, две трети, либо одна треть по факту. Да, ну вот на самом деле по итогу можно сказать, наверное, следующее. Мне, кстати, коллеги спросили из Битрикса, у нас уже вот эти, ну, мы вот такими толчками, да, вот идем где-то третий год, то есть вот мы там попытались сначала так зайти, потом встали на субподряд, теперь потом попытались открыть свое юрлицо, не получилось, сейчас у нас вторая попытка открытия юрлица. Если бы, допустим, три года назад я знал, что мы будем, скажем так, у нас все так будет складываться, начал бы я сегодня это делать, наверное, не уверен, что начал бы, не буду там кривить душой, очень тяжело. И сейчас я не хочу никого отговаривать, сейчас просто такие интересные кейсы у нас возникают. Мы думали, что мы выходим на рынок, на котором достаточно маленькая конкуренция, ну, мы так думали. Вот. На сегодняшний день на этот рынок очень многие коллеги стремятся, при общении, на переговорах нам показывают коммерческие предложения от коллег из Украины, которые продают там себя за 20 евро в час, и происходит некий торг, что, смотрите, зачем нам общаться с вами, с такими дорогими, когда вот есть коллеги из Украины, они крайне дешевые и, в общем-то, умеют все то же самое. Вплоть до индусов. То есть тоже на некоторых переговорах нам говорят, вы знаете, индусы дешевле. То есть мне называли цифры 3 евро или 3 доллара в час, какие-то такие совсем очень низкие цены. Вот. Мы, когда шли на рынок Германии, думали, что там, это, скажем так, самый богатый, самый интересный рынок для нас. В общем-то, мы вроде как попали в цель, но вот сейчас мы, честно говоря, там тоже уже начинаем ощущать некое давление от коллег, которые пытаются там тоже туда зайти. Из каких-то рекомендаций, я не знаю, там, я уже выше все сказал, то есть если вы хотите работать на субподряде, это, мне кажется, там, изначально можно попробовать там тот же Upwork, потому что я знаю, что очень многие немецкие коллеги и даже вот у нас был опыт работы со Швейцарией, они пытаются через Upwork найти консалтинг в России по Bittrex24. И вообще по Upwork есть там большие статьи на Хабре, у Юлия Бедросова, по-моему, пишет такие интересные, мы на самом деле читаем, все там тоже вдохновляемся, но сами на Upwork не идем. Ну, вот как нам кажется, такая итерационная составляющая, как вот Upwork, возможно, субподряд и потом открытие своего юрлица, вполне возможно, потому что по факту мы на сегодняшний день, открывая юрлицо, в Германии открываем его с немецким партнером, потому что открытие юрлица это тоже крайне тяжелая, очень сложная процедура, и вот без немецкого партнера, конечно, очень тяжело. У нас, например, получается там паритетная составляющая, 50% мы, 50% немецкий партнер. Ну вот как-то такой у нас опыт произошел, есть ли у вас там вопросы? Вопросы есть. Вопросы есть. И вопросы, в каком городе открываетесь? Ну, мы используем инфраструктуру нашего немецкого партнера. Основной город это Гамбург, плюс есть, соответственно, Берлин, что там еще, Паш? Дюссельдорф. Да, и Штутгарт. Сколько в итоге стоит час и сколько суммарно потратили на открытие офиса, сколько в месяц требует офис? Можно грубо. Значит, ну у нас там такая достаточно сложная схема, то есть до этого мы крайне долго копили деньги на всю вот эту историю, то есть наши коллеги, вот мы читали в Фейсбуке, покупали себе здание под офисы, вот мы просто тупо откладывали в подушку, чтобы вот этим заняться. Ну, на сегодня как бы у нас бюджет там подходит, наверное, под 75 тысяч евро, мы уже там потратили, но я могу сказать, что пока там эта цифра не вернулась нам. Сколько стоит час? Вообще час в среднем Германии стоит от 90 до 120 евро в час. Это внутренние ставки. Но это ставки, опять же, немцы немцам платят. То есть в Россию такие ставки никто не платит. Продаваться можно от 40-50 евро в час. Некоторые коллеги, как я повторюсь, пытаются продавать себе дешевле, то есть там своеобразный демпинг. Мы вообще начинали с 25 евро в час. Но вообще в целом такая ценовая категория интересная в Германии, не категория, а такая интересная политика. И вот у меня есть друзья немецкие, рассказывали, кейс такой, вы приходите на работу, устраиваетесь за какую-то ставку, не знаю, там, 4 тысячи евро в месяц. И у них нет такого понятия, как пересчет зарплаты. То есть каждый год вам заработодатель не будет поднимать зарплату. У них есть окладная часть, у них есть премиальная часть. Если вы разработчик, там особо премии, это в принципе не с чего. Если вы продажник, туда там есть какой-то привязки кипяев. Но вот как бы как мне разработчик рассказывал, который там работает очень давно уже, причем там тоже на рынке аутсорсинга, внутреннего немецкого, их там продают в Volkswagen. Вот он мне говорит, что если я хочу, чтобы мне зарплату подняли, я вынужден уволиться и потом пойти к другому работодателю и продать себе дороже. И внутри одного работодателя я не могу там прийти, сказать, я хочу теперь больше денег. То есть у них это не принято. И в целом это не принято, в том числе и при работе с партнерами. То есть если вы заходите на рынок и говорите, что ваш человек сейчас стоит, не знаю, там 30 евро, ну значит вы с этим 30 евро закрепляетесь и потом вам будет крайне сложно обосновать, почему вы вдруг стали стоить 100 или 70. Но если человек растет по должности, это да. Но если он... Нет, потому что там нет инфляции. За что вам платить больше? То есть цены по сути те же. Я вот сколько там, не знаю, за три года там бутылка пива как стоила там евро, так и стоит. Даже меньше, пол евро. Она не меняется. В какой Германии ты был? Там есть а-ля пятерочка. Человек, которого отправили за границу, он живет там постоянно? Или он сколько времени уходит на запуск офиса? И как быстро, ну как начинает быстро приносить прибыль, мы уже услышали. То есть сколько примерно на запуск офиса ушло времени? По факту мы используем инфраструктуру немецкого партнера. Я повторюсь, что мы открылись в паритете с немецким интегратором большим 50 на 50, и мы используем его инфраструктуру на сегодняшний день. Вообще офис... Аренда офиса не очень дорогая сама по себе. Там можно найти места в районе, не знаю, где-то какой-нибудь каворкинг, 200-300 евро в месяц. Но это не самая большая проблема. Самая большая проблема – это по какой визе вы там будете находиться. То есть по туристической вы особо туда не накатаетесь. То есть если вы планируете открытие офиса, это означает, что вы или кто-то из ваших доверенных лиц туда должен переехать на ПМЖ. И параллельно с открытием офиса он должен решить вопросы длительного пребывания там, чтобы вести коммуникацию на месте. То есть, конечно, какой-то объем работы вы можете делать удаленно, но это не очень большой объем работы. Сколько примерно часов разработки в месяц закрываете? Не очень много. То есть это там, ну, может быть, 150-200. Понятно. Тут еще есть вопрос от Романа Симкина. Где Роман Симкин? Странный был вопрос от него по поводу продажи лицензии CMS. Видимо, не сюда написал. В любом случае, Максим, тебе спасибо. Сейчас, я думаю, что все вопросы отвечены.